Гентамицин и сульфат характеризуются широким спектром антимикробного бактерицидного действия. Активен в отношении большинства грамотрицательных и грамположительных. Кишечная палочка, шигела, сальмонела, протей, клепсиела и других микроорганизмов, в том числе штаммов, устойчивых к стрептомицину, канамицину, мономицину. Влияет на пенициллиноустойчивые штаммы стафилококков. Гентамицин менее активен в отношении различных видов стрептококков и грамотрицательных кокков. Препарат не действует на анаэробы, грибы, вирусы, простейшие. Резистентность микробов к препарату возникает медленно. И штаммы, устойчивые к нему, в этом случае резистентны также к неомицину и канамицину. Показания к применению. Гентамицинный сульфат применяют при сепсисе, менингите, перитоните, септическом эндокардите, инфекционно-воспалительных заболеваниях органов дыхания, пневмонии, МПМ и плевры, абсцесс легкого, инфекциях почек и мочеводящих путей, пиелонефрит, цистит, уретрит, простатите и других заболеваниях, в том числе вызванных преимущественно граммоотрицательными микроорганизмами, устойчивыми к другим антибиотикам, или ассоциациями грамм положительных и граммоотрицательных возбудителей, смешанная инфекция. Показанием к применению гентамицина являются гнойно-септические заболевания, возникающие у больных с лейкозами и злокачественными новообразованиями на фоне проводимой цистататической лучевой терапии и при применении иммунодепрессантов. Важным аспектом назначения гентамицина являются не только смешанные инфекции, но и ситуации, когда установлен возбудитель заболевания. В плане лечения последних антибиотик применяют совместно с полусинтетическими пенцилинами, карбиницелином, ампицелином. Дозировка. При внутривенном или внутримышечном введении для взрослых разовая доза составляет 1-1,7 мг на кг, суточная доза 3-5 мг на кг, кратность введения 2-4. Курс лечения от 7 до 10 дней. В зависимости от отеологии заболевания возможно применение в дозе 120-160 мг один раз в течение 7-10 дней или 240-280 мг однократно. Внутривенную инфузию проводят в течение 1-2 часов. Для детей старше 2 лет суточная доза гентамицина составляет 3-5 мг на кг, кратность введения 3. Недоношенным и новорожденным детям назначают суточные дозы 2-5 мг на кг, кратность введения 2. Детям до 2 лет назначают такую же дозу при частоте введения 3. Больным с нарушением выделительной функции почек требуется коррекция режима дозирования. При местном применении гентамицин закапывают по 1-2 капли в нижний конъюнктивальный мешок пораженного глаза каждые 1-4 часа. При наружном применении применяют 3-4 максимальные суточные дозы. Для взрослых и детей при внутривенном или внутримышечном введении 5 мг на кг. Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату и другим антибиотикам аминогликозидом. Тяжелые нарушения функции почек, прежде всего у больных с уремией, неврит слухового нерва. Препарат нельзя применять при выраженной азотемии, при заболеваниях слухового нерва, вестибулярного аппарата, при амиостении, при беременности, если это не обусловлено жизненными показаниями. Применение при беременности и детям. Противопоказан при беременности, лактации и детям до 3 лет. Побочные действия. В месте внутримышечного введения гентамицина сульфата возможна болезненность, при внутривенном введении развитие перифлебитов и флебитов. Возможны аллергические реакции, дерматит, кожные сыпи, зуд, отек. При их возникновении препарат отменяют и назначают десенсибилизирующую терапию, димедрол и другие. Кроме того, возможно появление кашля, угнетение дыхания, рвоты, повышение температуры тела. Гентамицина сульфат при парентеральном введении может оказывать нефротоксическое действие, которое обычно является обратимым. Проявляется в виде протеинурии, азотемии, реже – аллигурии. Указанный эффект препарата чаще отмечается при нарушениях функции почек. При длительных курсах лечения гентамицином и при введении в дозах превышающих установленные наблюдается атотоксический эффект в виде вестибулярных нарушений, реже – снижение слуха. Поэтому препарат рекомендуется принимать, особенно у детей, под контролем функции почек, вестибулярного аппарата и слуха. При парентеральном введении гентамицина сульфата иногда возникает такое осложнение, как блокада нервно-мышечной проводимости и угнетение дыхания. В этих случаях применяют антихолинистеразные препараты, в частности, прозерин, а также препараты кальция внутривенно. Лекарственное взаимодействие При одновременном применении с аминогликозидами, ванкомицином, цифалоспоринами, эктокриновой кислотой возможно усиление ото- и нефротоксического действия. При одновременном применении с эндомитоцином отмечается снижение клиренса гентамицина, увеличение его концентрации в плазме крови. При этом возникает риск развития токсического действия. При одновременном применении со средствами для ингаляционного наркоза, опиодными анальгетиками, возрастает риск развития нервно-мышечной блокады вплоть до развития апноэ. При одновременном применении гентамицина и петлевых диуретиков, фуросемида и токриновой кислоты, увеличивается концентрация в крови гентамицина, в связи с чем повышается риск развития токсических побочных реакций. Одновременное применение гентамицина и миорелаксантов, вероятность паралича дыхания. Нельзя смешивать препарат в одном шприце с другими средствами. Меры предосторожности. Пациентам, принимающих гентамицин, рекомендуется принимать повышенное количество жидкости, особенно пациентам с инфекционно-воспалительными заболеваниями мочеводящих путей. При острой передозировке гентамицина для ускорения его выведения возможно проведение гемо- и перитониального диализа. Препарат следует принимать, особенно у детей, под контролем функции почек, вестибулярного аппарата и аудиометрии.